Владимир Ружицкий проинспектировал ход капремонта гимназии номер один. Он проходит в рамках госпрограммы образования Подмосковья и программы капитального ремонта школ, инициированной президентом России. Внутренние демонтажные работы завершены, на этажах начали отделку стен. Впереди монтаж всех инженерных систем. В здании заменят электропроводку, отопительную систему, горячее и холодное водоснабжение. Погода наладилась, поэтому приступают и к ремонту кровли. Уже устанавливается обрешётка, контрабрешётка. Думаю, до конца апреля мы начнем монтировать металл. Внешний вид здания будет изменён. Дизайн проекта разработают и согласуют с родительским комитетом школы. На проведение ремонтных работ выделены средства из муниципального и регионального бюджетов. Я сегодня переговорил с подрядчиком, который целый ряд вопросов здесь достаточно грамотно решает. Здесь директор школы Татьяна Викторовна, которая тоже имеет определённый опыт и ведёт контроль за этими работами. Поэтому нет опасения, что мы завершим эти работы, а работы сложны достаточно, именно к 20 числам августа. Проект капитального ремонта прошёл государственную экспертизу и получил положительное заключение. На финальном этапе – экспертиза сметной документации. 1 сентября гимназия номер один и шестая инженерная школа, в которой также сейчас идёт ремонт, вновь распахнут двери. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛНР.